Сами выращивали, сами сбывали. На Алтай осудили группу наркоторговцев. Из 17 стран мира почему все больше студентов иностранцев стремится получить высшее образование в алтайских вузах. Обещают отремонтировать раньше срока. Здание, в котором тренируется Сергей Шубенков, должны открыть 1 декабря. Сами выращивали коноплю, семена которой заказывали в Голландии. Культивированием занимались в специально оборудованных помещениях на даче одного из членов группы. Далее наркотики фасовали для их последующего сбыта на территории региона. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители в ходе спецоперации задержали участников преступной группы. При обыске полицейские изъяли свыше 100 кустов конопли и расфасованную к сбыту марихуану, а также различные приспособления для изготовления и потребления наркотиков. Три дорогостоящих автомобиля и денежные средства. Вина всех участников группы доказана. Организатор получил 11 лет лишения свободы, его подельники по 10 лет. Большой этнографический диктант сегодня опишут жители Алтайского края. Наш регион в числе тех, кто присоединился к Всероссийской культурно-просветительской акции. В Барнауле она проходит на четырех площадках, главный из которых российско-немецкий дом. В ходе диктанта участникам предстоит ответить на 30 вопросов о национальных блюдах, одежде, языках, особенностях быта разных народностей, населяющих нашу страну. 20 вопросов являются общими для всех россиян, 10 специально подготовлены для жителей Сибири. На ответы отведено 45 минут. Каждому участнику акции присвоен индивидуальный код. С его помощью 10 ноября на сайте диктанта можно будет узнать свои результаты. Все больше иностранных студентов стремится получить высшее образование в вузах Алтайского края. Только в медицинский университет в этом году поступило больше полутысячи человек из 17 стран. Накануне руководители вуза провели с ними встречу, на которой побывала и наша съемочная группа. Почему молодые иностранцы выбирают Алтай и чем приличает образование в нашем регионе? В следующем сюжете. Лайли Мсерик приехала в Барнаул из Монголии, чтобы выучить русский язык и планировала переехать учиться в Санкт-Петербург. Родители настояли, чтобы она осталась на Алтае и поступила в медицинский. Сейчас Лайли Мсерик об этом нисколько не жалеет, но признается, что порой не обходится без бытовых сложностей. Я пошла в магазин покупать, потом продавец мне говорит, что дачу возникли, а я не поняла, что сказала она. Я, короче, задняла и стояла. Первокурсница Мария Торрес-Гомес из Венесуэлы много слышала о великой истории России и ее огромных расстояниях. Сначала русские показались ей суровыми, но со временем, рассказывает девушка, наши соотечественники покорили ее открытой душой. Когда я пришла, первые три месяца, я сказала, ну это правда, они все серьезные. Пришла весна, и все, начинала, все, имела свет, и все это, я все поменял. На Ленина всегда гуляю, на горный парк тоже. Иногда сижу рядом с рекой. Мне нравится только пельмени. Гости все как один отмечают доброту и отзывчивость земляков. А еще восхищаются природой и даже климатом Сибири. Я люблю Россию, и когда идет снег, очень красиво. Снег, красивая природа, экзотика для этих студентов. Но все же это не главное, утверждают они. Важно другое, высокое качество знаний, которые, как ни удивительно, дают в далеком русском крае. У меня родители здесь, в мединституте, оба учились. Ну и вот два года назад я сюда на каникулы приезжал на шесть недель. И, ну вот, сам город посмотрел, ну и мне здесь понравилось. Я вот решил там школу закончить и сюда учиться приехать. Многие иностранцы признаются, что сильно скучают по родине. Но некоторые из них уверяют, что по окончанию учебы хотели бы остаться на Алтае. Илья Кочетков, Александр Захаров, Александр Антропов. Наши новости. Здание, в котором тренируется известный барьерист Сергей Шубенков, обещают отремонтировать раньше срока. Сегодня мастера назвали новую дату, 1 декабря. Хотя ранее говорилось о том, что сооружение будет восстановлено до нового года. Вот так сейчас выглядит ТИР училища Олимпийского резерва. Вместе с биатлонистами здесь занимаются подопечные заслуженного тренера страны Сергея Клевцова, в том числе и Сергей Шубенков. В здании долгое время протекала кровля, а затем начала разрушаться одна из стен. И в результате строители возводят проблемную стену заново. Прежнюю восстановить не удалось. Вместе с тем идут работы и на самой крыше. До сдачи объекта у мастеров остался ровно месяц. Именно так они сегодня ответили нашим корреспондентам. Напомним, из-за проблем с тренировочной базой под угрозой срыва мог казаться новый период подготовки Сергея Шубенкова к Олимпийским играм в Токио. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Не знаете, какой пустырник выбрать? Выбирайте пустырник «Форта Эвалар» с алтайским пустырником и более высоким успокаивающим действием. Пустырник «Форта Эвалар». Почувствуйте разницу. Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена. Высокое качество по стандарту GMP. В крае пасмурно, преимущественно без осадков. Около 0 градусов Заринские и Тальменки плюс 2 Валейские и Кулунди. В Барнауле плюс 1 ветер юго-западный умеренный. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова